Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать, как вкусно запечь морковь в духовке. Рецепт очень простой, получается вкусно, полезно, бюджетно, красиво и оригинально. Отличное решение на гарнир, к обеду или к ужину. Итак, морковь очищаем и нарезаем на брусочки. Сначала каждую морковь напополам, затем еще раз напополам и на несколько частей. Стараемся делать брусочки одинакового размера, чтобы морковь у нас запекалась равномерно и одновременно. Количество ингредиентов можно регулировать по своему вкусу. У меня примерно полкилограмма моркови. Приготовим соус. Для этого 50 грамм сливочного масла растопим в микроволновой печи. И смешаем с 3 столовыми ложками оливкового масла. Добавим 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку черного молотого перца и 1 чайную ложку сушеного чеснока. Можно добавить свежий чеснок, даже не можно, а нужно. У меня дети, поэтому я этого не делаю. Добавляем другие специи по вкусу. У меня это сушеный лук и сушеная петрушка. И 1 столовую ложку меда. И все тщательно перемешиваем. В подготовленный соус выкладываем всю морковь. И тоже хорошо перемешиваем. Перемешиваем. Я это делаю обычной ложкой. Перемешать нужно так, чтобы каждый кусочек моркови покрылся соусом. Ставим разогреваться духовку на 180 градусов. Подготавливаем противень. Застилаем его пергаментной бумагой. И выкладываем морковь. Все аккуратно разравниваем так, чтобы морковь лежала одним слоем. И отправляем запекаться в заранее разогретую духовку на 20-25 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. И пока морковочка у нас запекается, подготовим зелень. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. В моей духовке морковь запекалась ровно 20 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой, либо кончиком ножа. Она должна получиться такая, альденте. Смотрите, не передержите. Посыпаем ее сверху свежей петрушкой и подаем к столу. Получается очень-очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.